Пользуясь случаем, кто завтра будет смотреть этого? Кто завтра будет смотреть бой Хабиба против Парье? Пользуясь случаем, кто завтра будет смотреть бой Хабиба против Парье? Мы можем, знаете, как сделать? Посидеть, покомментировать, можем вместе завтра поболеть, посидеть. Но я еще подумаю. Будет он... Основной карт начинается в 9, его будет где-то пол 11, где-то так. Я думаю, что больше ценителей этого сериала бы поняли. Лучше, ну его, нахуй. Ну, не ломаетесь, поставьте за счет, ебта. Я ведь даже ваше имя-отчество помню. Че, это самое умное, что ли? Да просто гений. Я не ходил на ваши пары, потому что понял, что люблю вас. Тут, знаете, тут больше было бы прикольно, если бы я этот сериал смотрел. Вот тогда бы я знал бы. Тогда вот было бы смешнее. То есть, если я сейчас консервирую, допустим, Люцифер. Если бы Люцифер бы переозвучили, то это было бы смешнее. А я же всегда вам оторку, подожди. Парье побьет. Парье навалит. У Парье шансов ноль. Хабиб его тупо борьбой забьет. У Парье вообще шансов нет. Парье спасет только одно. Он удачно Хабибу двинет в челюсть, как Хорхе Масфидаль Бену Аскарну. Нихера Парье не сделает. Я вчера вспомнил бой с Максом Холлоуэем. Он Холлоуэ еле забил. А уж Парье, а уж Хабиба. Хрен его забьет Хабиба. Хабиба он не забьет. Потому что Хабиб будет бороться с ним. Он только будет бороться с Хабиба, Хабиб сразу в ноги будет кидаться и душить. Каждый месяц. Да что с ним, блядь, такое нахуй. Он три недели готовился к сессии. Немного ваху. Не жрал, не пил. Жить будет, но мир для него никогда уже не будет. Да я ж не буду. Привет. Ну, пестатки бабы. Да. А вот следующий после Парье будет Тони Фергюсон. Вот здесь уже ставлен Тони Фергюсона. Потому что я искренне верю, что пиздец Хабибу, если против Тони Фергюсона выйдет. Потому что я думаю, этот раз уже не сорвется. Потому что Хабиб уже научился нормальный вес делать. Чем Модера забанил? Потому что мозгов у него нет. Вот это, кстати, сделано более талантливо. Вот здесь вот более талантливо. Потому что вот там совсем нудятина. А здесь уже сделано более талантливо. Да он из вашей даги Европы. Когда он вышел из вокзала, его сразу избили гопники. В ходе драки его задержала полиция. И в полицейском участке его посадили на бутылку. После полицейского участка он решил пойти в храм. Но в храме сказали, ты не гритос, пошел нахуй с тебя. Ты не гритос, пошел нахуй с тебя. Ты че, блядь, охуел? Ты зачем? Просто про волосы спросил. Да мне похуй, блядь. Пашкой пусть своей подумает, почему начал растить. Тупое, блядь, уебище. Ты балл закроет. Вот и русский выучил. Заебись, ну сейчас посадим тебя. What? What? Да умеет он говорить по-русски. Нечисть неправославная. Сделано хорошо. Диалоги вроде нормальные. Но дыра вот в чу. Персонажи должны говорить разными голосами. У тебя все говорят одним голосом. Не тут на вашем там этом африканском не говори. Это, извини, братан. Я тебя понял. Также стоит упомянуть, что придя домой, подсудимый сделал репост с записью, которую вы видите на экране. Ему следует признать неправославной нечистью и экстремистом. И еще он, наверное, пидор, потому что с Европы. Так ты че, еще и бедух на... Короче, работа-то до интонации. Интонация слабая, потому что монотонно пере... Вот посмотри, как Саиндук озвучивает Рика и Морти. Он постоянно меняет голос. Вот как будто не догадаешься, что один человек от него получился в ПТУ на компьютерного техника. Давайте голос оценим и песню, и уходим, потому что... Бабка, кстати, такая довольно мерзотная бабка. Бабка, блядь, пиздец мерзотная. Взгляд такой... Расскажи мне, ты че, сколько интернет стоит? Такой, знаете, хуй-хуй, пойми. Вот, кстати, бабку нужно было по-другому. Вот у тебя озвучка просто, знаешь, такая... Скажи, сколько интернет стоит? Ты хотя бы разные голоса придумал бы бабкам. Скажи, сколько интернет стоит? Вот какой-то, вот какой-то, вот... Надо более подходить как-то креативно. Потому что ты одним голосом переозвучиваешь, когда будет раз, спишь, а два, спишь, а целый канал, это не вывезешь так. Если интернет нужен вам, то есть только в говне. Полное говно, ну два. Я не смотрел еще, я не знаю, я не смотрел. Вот если уж... Вот если уж озвучиваешь, то бабку надо было так проделать. Интернет они ставят. А нам нахуй не нажимать, что надо было нормально пародировать. А у тебя просто одним голосом, знаешь, как... У меня одноклассник так делал, в мультике так переозвучивал. Даже он голос коверкал. А ты контент делай. Я, кстати, смотрел разбор с рестлингом. Я помню, наверное, НТВ тогда еще смотрел. Вот именно... А вот это, кстати, не постанова. Вот это не постанова. Вот это не постанова. То есть там, вы тогда показывали, там есть именно рестлинг, а есть типа уже настоящий рестлинг. Он, правда, не такой жесткий, ну типа с такими бросками, но крови там много. Но вот этот конкретно, да, этот постановочный. Я смотрел по НТВ, как это все делается. То есть там была передача, когда НТВ еще был не ублюдочный, а нормальный еще, когда был НТВ. Вот там была передача, которая показывала, как вообще все эти фокусы делаются. Я потом сделаю ролик. Я потом расскажу вам, как... Я потом вам про НТВ сделаю, какой он был раньше. Просто раньше НТВ был диаметрально противоположный. Сейчас тут показывают все вот эти вот темы. Я не знаю, что я не знаю, что это очень жестко смотрится. Реально. Знаете, так вообще, самое интересное, какие-нибудь малые вот так вот тоже захотят попробовать. Все бошки себе в голову переломают, и хоть меньше будет дебилов малолетних на Ютубе. Ну, это реально жестко. А вот это, сколько я помню, не постанова. Вот это конкретно. Это есть там какой-то специальный... Там есть какие-то такой вид рестлинга. В прошлый раз там кидали. Магнитофон, шующий кассет, трек. Охуенный рэп. Вот стоит, просто лысая гопота стоит. Я ебал твою мать в горло. Интересный просто трек. Самый лучший трек. Вот прямо вот видно, вот по этому лицу видно, сколько у автора интеллекта. Охуенно. А то мне интересно, сколько раз вот это вот лысое дерьмо уже получало по ебалу за свои треки. Просто охуенно, блядь. И вот это тупое быдло, типа какой-то талант, типа какой-то талантливый рэпер, который со своими треками говорит, что она права, ебал мать и так далее, а сам выглядит тупое лысое быдло. Которая сидит на картах и так далее. И вот это вот артисты у нас. Да лучше бы слушать того, кого я первый сказал, чем... Ну просто, ну это чего посмотреть, просто высокий интеллект у него. Ты когда книжку последний раз видел? Ебал, блядь. Шок. Дизмашина. Да даже я материться умею лучше, чем вот это быдло тупое. Даже в 2017-м это в 200 раз лучше, чем весь русский рэп. Вот сразу видно тупое высокоинтеллектуальное уебище. А, ну понятно, еще в Евротраке симуляторов тут играет. Что-то стримить пытался. Говорит, весь русский рэп. Алло, вот это вот говнище, вот это и есть самый настоящий русский рэп. Это говно. Без всяких привлечений в тисах шок лучше всех. Вот это диз, да? Так пусть вот это говнище попробует прийти на Версус Баттл, выйти какого-нибудь против, там не знаю, того же Оксимирона, либо Гнойного. Гнойное хоть это тупое быдло с лицом ботаника безмозглого, но он и то вот эту чушку выебит. А, он еще и по-немецки пытается читать. Я знаю, есть там такой один Капитал Бро. Вот Капитал Бро и то. Вот этот, короче, штемп, который из Украины в свое время переехал в Германию и там тоже читать начал, исполнять и так далее. Мне понравилась песня, что застрелиться хочется. Знаете, я представляю, сейчас Red Dead Redemption я такой. Иду по дикому западу. Вот так, ладно. Можно тогда на Хабиба залить бабки и поднять? Да, да, можно. Да даже, ну, на мороженое поднимешь спокойно. На Хабиба можно ставить. Я вам говорю, Дастина Парье спасет только лаки-панч какой-нибудь. Это все, что его спасет. Потому что вот так, если Хабиб все нормально выйдет, у него никаких шансов против Парье. Если Конор не сделал, то Парье не сделает. Хотя Конор был застренированный. Конор, может быть, и мог сделать, если бы тренировался. А Парье ни хера не сделает. А, вот, да, привет. Привет. Я поставлю на Хабиба, значит, тебе. Большое спасибо. Вот пиздайс на Хабиб, да, навалит. Да не должен навалить. Если 2К залить на Хабиба, будет 2К 400 где-то у тебя выигрыш, по-моему. Вот так. Я не знаю коэффициентов. 2К 400 где-то у тебя будет, наверное. Что значит петь на связках. Вот так. Вот это вот петь на связках называется. Когда она как будто крики, блядь. Яркий пример, тупая пизда Эдель. Она поет на связках. Напомню, что за ММА, где до крови дерутся. Да, где до крови дерутся. Это где в шашки играют. Есть такой один шахматист. Зовут Хабиб Нурмагомедов. И будет играть в шахматы с другим шахматистом, Дастином Парье. Любимый альбом гражданской обороны. Пошел нахуй, говнарябосный. В рот я ебалки у гражданской обороны. Говно малолетнее. Еще тут дерьмо малолетнее, служащее, блядь. Еще рокер. Говнорокер-то, а не рокер, уебище. Петуха зовут. Ну. Русская семья. И че? И че? я не понял в чём прикол если вы хотите увидеть семьи вот таких вот тонов можете набрать но вот он пожалуйста вот так вот он кухня вот оно то есть я не понимаю конечно вот эту вот херню то что мы сейчас посмотрели могла завируситься но это можно было сделать гораздо талантливый например как я не знаю это группа не группа но мы-то может сложно назвать но вот здесь вот здесь прям показано как живет такая типичная совковая алкогольная семья вот я вот таких семей знал я очень много знал таких семей которые примерно вот так жили то есть кому-то из друзей приходишь и постоянно кухню у них вот такой хлам а даже сейчас допустим я в украине видел в этом передаче как это была украинская тоже кому на кухне не приходят снимать у них постоянно вот такие кухни постоянно вот такие кухни особенно в одессе вот это говно и в питере кстати тоже похожее есть что тут моя хата делает вот вон что я даже свою хату узнал вот так вот жили кухни это сейчас уже молодые там стараются более или менее европеизироваться а так они вот так вот все жили это вот такие занят старенькие такие питерские дома такие одесские дома вот это особенно с кем ассоциируется там во львове такие же дома тоже есть не не знаю как они там их называли большая сталинка или как я не помню он просто какая-то так сказать коммуналка то есть вот там показано весь типичный образ жизни того былого народа который там был который там америку загибает и так далее говно короче эх недавно я гулял хватка с наводочной кругом а так вообще процент и спи и бонес это просто перец не так будто это город герой как любят говорить москве ладно еще простительно но смешнее когда начинают посвящать песни там про самару про воркуту и так далее хотя москва такой же говнище ничего ничего скоро будет проводить плитка сыпется с небес это как-то это как-то знаете правильно говорится только не с небес а с дерьмого построенных домов ну по сути все правильно а вот типа вот за это его обосрали типа что не хожу на митинги не втираю в дичь и так далее сразу понятно как это было лучший друг там путин у него был и так далее а гуф просто просто продажная шавка потому что он бездарность и самое интересное показывают москву и очень круто переключились на вот эти вот сраные муравейные панельники то есть показывают это все равно что по воркуте летать и говно показывает как вы помните слушали песню про воркуту то есть я вот уже смотрю и понимаю что это говнище а не город посмотрите какая красота вот именно этот квадрокоптер надо снимать пытаются выдать его за чуть ли не нью-йорк или еще какие-нибудь такие топовые города вот хотя бы вот так показывали хотя бы показывали бы вот так то есть еще более или менее конечно я сразу вижу вот тот хрущ слева у которого балконы расположены по-разному как кондеры хаотично но хотя бы так ладно хотя бы вот так чем пока какие-то помойки все вот эти кремляде постоянно говорят что ой какая москва стала при собянине ой лучше стало еще больше развязок появилось чтоб еще больше были пробки чем не похож на европейский город вот единственная вот российская гордость это москва сити так а где наша карта вачушка губ когда наша карта вачушка губ будет петь православный храм надо показать православие золотые купола а 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 можно и не делать вот эти вот песни у тебя куча каналов, Юж запутался? Реалпепертными сложно я подскажу лайфхаков не путаться, у меня справа в колонке они все дописаны а все потому что я продуктивный как этот, как Козлонюк или как там его? вы знаете, очень правильно указали создатели свой возраст поддерживаю даже школьники озвучили своими голосами, они вот эти вот роботы сраные как вы знаете, лучше бы робот озвучил стой, стойте вы гусеницы, Кузе пора спасаться, стойте вы гусеницы я не нашел, не нашел, думал Норильску, Норильску что-то получше будет вы как раз вовремя давай сражаться давай сражаться вот реально вот ему донат озвучит давай сражаться знаете самое, знаете вот самое такое нормальное то, что я говнище, короче самое такое стебное что я смотрел, что делают школьники я не помню, кто-нибудь знает этот канал? подскажите мне короче, там школьник черепахом каким-то фуражки слепил там у него черепахи бед куда-то черепаху закрыл в клетке сказал, что это Гитлер вот ящерицу, по-моему в Гитлера переодел вот это вот было смешно где он черепашка из пластилина фуражки сделал и снимает сериал а вот это вот было смешно был, например, такой этот сука, как же его звали блять, как же его вчера вот в карте дрался там вот дрался какой-то чечен но он выступал не за Россию а, по-моему, за Австрию а против него Шамиль, по-моему, его зовут а против него был борцуха черный борцуха против него был и он его заборол а тот чечен был ударником а заборол борцуха все вот вам и ответ не помню, как его звать на каком языке ты думаешь на латышском или на русском башкой своей подумай тупая, блять, руснявая ты слышишь у меня где-то акцента в русском башкой своей подумай на каком я думаю, блять уебище малолетняя сука, тупое необразованное говно думать, что в Прибалтике сука, тут ну, русских русских, блять притесняют, блять то она смотрится на свои вот эти первые каналы что, ой, русского больше нет русский мир притесняет нахуй пошел уебище, блять такие вопросы тупые задавать по поводу по поводу этого канала я его видел я с какого-то ролика угорал не помню с какого давайте посмотрим оно давайте вот оно заценим я, как раз вторую часть жду друзья попрошу несколько секунд внимания я хочу рассказать вам о канале андеграунд здесь вы найдете обзоры на игры рассуждения ноунейма на различные темы острые, не очень а также заряд юмора и цемизма если хотите подписаться по поводу здравствуйте вы интернет подключаете? да, здравствуйте ну тогда проходите может быть в самогоночке эта хата подойдет для интернета? да ну смотри тут как все подключать я пойду самогона наигну ну нормально самогон вот вот не ржи всем озорком вот ээээ то что было тогда я ржал угорал мне нравилось больше потому что здесь знаешь вот там было более талантливо то что я смотрел у тебя здесь она как-то как-то не очень ну как бы как бы короче озвучка ради озвучки это больше как старые вот эти вот гоблинские версии то есть можно было каламбур получше какие-то при каламбуре придумать даже там что-то для интернета то есть можно было по-другому сделать вот это вот как-то не очень ну извини подруга я вчера просто ту шапку советскую ревнула вот это вот вот здесь уже вот уже неплохой панч и 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 Дааак. Можно массы по таланту ещё сделать? Ха-ха-ха! Выбор поколения… Окей! Выбор поколения… Мир Джейс. Вот это круто, вот это круто, вот тут говно, вот это круто. Сумку помещается, не мнется, а сразу не взрывается. Вместе с тем, где захотите, только хочу, не брейте. Это класс сразу, даже лайк поставлю. Круто, круто. Понимаете, реклама настолько тупая, вот когда пупят рекламу, это всегда смешно. Жри, ебло тупое, блядь. Награду, благодарность от моих любимых. Роллтон, чуть-чуть вкуснее, говно. Тоже нормально. Че-то Макстейн? Снайпер. Антиперспирант, антиплайм от Адидас. Технология вида, раз. Капсулы свежести активируются при нагрузке. Только хотел сказать, что не очень. Сильнее, будь готов, работать ртом. Нет, это классно. Легко почувствовать сбои зверей, насыпать в вирогину редких химикатов. Либо в раздельце, если высохся и назгиб. Сука, ведь я бабски-то плейклада. Крати, я только что сказала, что к первому сентября ей нужен няшный бомж, который только что срал в акустике. Мы тоже ничего не поняли. Но у нас это точно есть. Но это не точно. Готовьтесь к сашеств бомеге. Так. Мам, куда Айс получил? На работу. На работу пошел! Солочи! До конца 2018 года пердите илюсы, лепедите малыша и приходите за материнским капиталом. Что же за малышами? Года пердите илюсы, лепедите малыша и приходите за материнским капиталом. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Его можно направить на улучшение его мамы, образование, детей, пенсию, детей, пенсию из детей. Или на социальную адаптацию детей после конца света. Не, вот это классно, вот это классно. Мне понравилось. Не, а выносливости, поверьте, хватит. Подождите, тихо, еще раз. Дайте я под запись. Что, блядь? Так, а ну, а ну, а ну. Так. Сука, блядь, девушка. Сука, блядь! Сука, блядь! Сука! Понимаете? Это настолько тупо смотреть, переделали это, по-моему, это же немецкий гимн! Или что это? Нет, это немецкий гимн СС, по-моему. Сука! Понимаете? Понимаете? Это вот... С таким еще акцентом поют! Это настолько тупо, что это смешно! С таким еще акцентом в ебанске поют! Так... Лимын! Это, знаете, в опере, в опере, там, не знаю, слова на мадзу, имените, будет то же самое! Жизнь! 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 а это смешно, знаете, ржак именно вот в этом акценте в этом акценте, типа, знаете, это то, что черно-корейский, северокорейский гимн переделать таран еще это склоняют неправильно, какого-то немецкий вот это вот круто постебались я, конечно, не уважаю войну, но Степ, вот реально зачет ну, прикольно, прикольно, мне нравится так сейчас это супер ну, 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 ну ну, ну, ну ну лучше ну немного но Он такой больше туповатый Такой, ну так Чисто на тупости Ну так, средненько Что опять-то, прикинь? Да? Опять кинули? Скорее всего, потому что мы этих тупых малолеток обсирали Вот я сказал про Диану Китшоу и так далее Все, я на основном канале не буду больше стримить Я больше не буду там стримить, мне это надоело Хорошо, что у меня их еще 10 в запасе Я буду так суббеки внимать Сегодня мне в тапце буду писать И денег не будет таковы хватать О, бро, 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 бро Иса Ну так, средненько Я говорю, на основном канале я больше стримить не буду Нахер надо А, почему я так, красавец? Потому что пошел нахуй Что тебе, Свет? Да ни хрена А волшебное слово Получи, пидор Наконец-то открою, конец-то открою Так, сейчас, секунду Давай, открой рот Я сказал, это слух Пидор, бля, брод Горит, горит, буржу Королеву-белую должно быть Часть коктей Уверен, иди, 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 иди Иди, 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 иди Иди, иди, иди Иди, иди Иди, иди Иди, иди Такой Он неинтересный Вот, который вот мы до этого смотрели Они были получше Без разрешения родителей Разрешение надо выписать Если, короче, можно доверенно сделать Но это опять же, это разрешение, ну А, без разрешения Ну, только нелегалом никак Брать ЛП4 слинки Потому что я каналами забался Как хорошо, что тебе в школу Что Тебе в школу не надо Ха, я ее давно закончил Эээээ Че, стрим прервал? Страйк кинули? Страйк? Опять второй раз уже? Да я говорю Я не знаю Вот мне очень нравится Это учебное заведение Зацените Эмбоу Петуховская Средняя Общеобразовательная Школа Мне любопытно Кого здесь учат? Раз Почему Адрес школы На блокспоте Те, кто не знают Блокспот Это как ЖЖ То есть вы бы еще Сука наукозе бы себе сайт сделали Или на ЖЖ бы сделали Или вообще Группу Хотя бы Хотя бы группу вконтакте лучше бы сделали Еще на ЖЖ бы сделали себе сайт И дизайн Вот Вот На блокспоте Можно взять Красивые шаблоны Здесь Какие-то кривые картинки Какой-то Тупорылый шрифт Блять В кривь и в кость Сука Ну Школьники делают Дизайнеры В вашей же школе Есть дизайнеры Которые делают Сайты по 300 рублей Закажите вы Малолеток Сука Сайт нормальный На блокспоте сделали Какое-то кривое говно Менюшка просто Мега ублюдочная Какой-то непонятный Врывиглазный шрифт Времен Когда Сайты делались Только на HTML Когда еще ПХП даже не было Какие-то сертификаты Повесили зато Какие-то баннеры Старые То есть Смотришь на это Говно И думаешь Я не знаю Он даже для 2005 года Сайт Сайт Отвратительно А это Учебное заведение Петухова Один Петухова Блять Один Нахуй Поняли Хоть бы название Школы бы нормально Себе изобразили Петухова Блять Один Ебутую мать Прием в первый класс Чтобы вас взяли В первый класс Ваш надо боссать Чтобы были обущены В школах Петухов Совет родителям Будущих первоклассников Блять 2019 год Синим шрифтом На Белом фоне Писать Может это еще Проектировалось Под такой Монитор Пузатый Не ну я не знаю Может и так Блять Я как-нибудь Найду Свою Дипломную Работу Как не ощущение Дипломную А курсовую Свою Когда я Сайты делал На следующем Стриме Я вам покажу Как я Сделал Сайты А это Говнище Это не сайт Это говно Это даже Для конструктора Сайта Ублюдочно Смотрится Можно взять Кучу конструкторов Хороший сайт Сделать Это говно Это не сайт Жирный Жирный Стримет Сейчас Махон Город Мемфис Вот Штат Теннесси Мне не очень Нравится Вот тут Конечно Центр Так вот Ничего Так себе Но Если мы Пойдем Сейчас куда-нибудь Подальше Вот так Сюда Гулять Да Это Жопа Блять Вот многие Говорят Что я Рашку Обсираю А вы Посмотрите Вот на это Уебище Вы что Думаете В Америке В Западной Америке Умеют Города Строить Да ни хрена Не умеют Вы вот на это Говно Посмотрите Вот чем От вашего Запердяевска Отличается Разница Ноль Тренер Смотрите Просто Разница Ноль Тупо Ноль Отличить От России А ну Отличить От России Похоже Какой мы там Город Смотрели Сегодня Кого я там Сегодня обсирал Томск Да я сегодня Томск обсирал Зацените Город Томск Западную Америку Смотришь И думаешь Ну вы Сука Топовая Страна Номер Один Ну как Можно В такой Жопе Жить Как Можно Жить В такой Сраке Вот это Вот так И должна Выглядеть Америка А не то Что я вам До этого Показал Ну вот это Ладно Еще И то Тоже Смотрите Что это Такое Это Что Хутор у Бабушки По-моему Мы смотрели Че Мы там Златоуст По-моему Смотрели Там Я помню Тоже были Частные дома Речи Тумы Смотрели А Во Во Пожалуйста Здравствуй Воркута А вот Западная Я говорил вам Что Центральная Америка Говнола Которая чем западнее Тем хуже Я вам говорю Что Центральная Америка Говнище А здесь я вам скажу Еще и зарплаты Не такие уж и большие Я вам говорю Вот нормальная Америка Это вот Восточная Америка Западная и Центральная Это вообще Вот такой вот мусор А Узнаете Родные улицы Нормально Да То есть Никто не ожидал Я могу Весь день Тут ходить Смотреть Вот я могу Вот сюда Например Могу тыкнуть Вот здесь Что-нибудь интересное А ну вот тут Хотя тоже Видите дороги Даже не очень Сейчас найдем Что-нибудь Еще такого Интересного На Просто Строительный вагончик С газоном Газон убери Ни бордюра Ни хера нету Столбом Посреди этого То есть Вот в таком Говне жить Это жопа Это жопа Странно Которые Он Говорит Что они якобы Лучше западных Ну а теперь Тяжел У нас Обмуток Тупой Но Как скажешь Керчь Я сказал А ну да Керчь Ну давайте посмотрим Что из нас Представляет Город Керчь Это ж сам Крым Это ж не в жопе Там где Там Сейчас Поспорт Да Это именно Крым Ну давай Посмотрим На город Керчь Вот Ааа Google Maps Не приехал Помните Самое главное Правило Если Google Maps Куда-то Не приехал Значит Город Говно Точнее Город Страна Говно Исключением Может быть Германия Потому что Какой-то Ебанутый Закон И то В Германии Принцип Они ездили Но Какой-то Ебанутый Закон Что Нельзя показывать Ну ебанутый Вот смотрите Какие все У нас тут Патриоты С флагом России Уже быстро Переобулись Смотрите С георгиевскими Ленточками Однако Вот смотрим На асфальт Цените Асфальт Это у нас 2015 год Год Как уже Якобы Крым Украинский Вернулся В Россию Год уже Типа Мам Пожалуйста Вернулся Только Ой Эээ Ты что делаешь Привет Радж Ты зашел Привет Смайл Я обычный Но у меня Ву Сейчас В Крыму Санкций Вроде нет Да там и не было Никогда Там и никогда Не было Но я лично вижу Просто Сраную разруху То есть Это порт Лицо города А вы на это Смотрите Какой-то Совковый Раздолбанный Завод И так далее Потому что Украина Настолько Тоже Нищая Страна Что Нихера За своими Городами Не следит Вот сразу Видно Сразу Видно Совковый Менталитет Она покрасит Дерево Белым Цветом Знаете Это же Делали Для чего Это делали Для того Чтобы танки Ночью Могли Проехать И это Были Как маячки А Идиоты Теперь Говорят Что это Якобы От кого-то Там Защищают Каких-то Караенов Только Почему-то Выяснилось Давно Что Ничего Это Не защищает Только Дерево Вредит А так Что я вижу Я вижу Ушапанную Помойку То есть Вроде Говорят Город Львов Такое Красивое Там Исторические Здания Ну Хорошо Исторические А То Что Бордюры В желто-черные Покрасили Всякие Дешевые Плитки Куча Люков Там Кусков Асфальта Понаделали Это Ничего Не дает Да То Здания Исторические Лично Я вижу Раздолбанное Говно За которым Не ухаживают И Мне уже Насрать Какие там Исторические Здания И прочее Прочая Параша Я вижу Уебище Я вижу Просто Мерзотное Уебище Государственная Налоговая Инспекция Город Керчь Крым Тоже Посмотрите Позорище Налоговая Выглядит Так Как будто Дешевая Больница Вражки А тут Вот Стоит Замечательный Хрущик Еще Кто-то Смеет Говорить Что Солок Был Самым Богатым И так Далее Да Что-то Не Похоже О И то Он Тоже Интеллект Хочешь Посмотреть Города Нет Он На Гугл Мапс Выкладывает Фотографии Своего Боссовного Магазина Где Продает Всякое Такое Хламье Знаете Дешевое Для домохозяек Типа Как Соконхенда Главное Что Хороший Красивый Магазин Был А это Просто Ну Хламье Самое Обычное Если Я вот Вижу Вот Такую Тумбочную Прилавку Сразу Понимаю Откуда Эти товары Берутся То есть Это Ни хера Не Брендовый Магазин То Каждая Уебище Считает Нужным Его Поставить Во Гугл Магазин Зашел Смайл Я обычный Но Это Дрясня Это Не Город Это Говно Плевотина Единственное Нормальное Здание То Его Посрали Кондерами Понавешанными Еще и Хаотичными Ровно Сделали Разными Застеклениями Единственное Нормальное Такое Более Менее Здание Потому Что Вот Это Петушиная Протру Лазер На мышке Кофе Купе Кофе Говно Продолжение следует...